здравствуйте мои дорогие друзья и любители путешествий с вами снова татьяна жога и я в очередной раз готова поделиться с вами своими впечатлениями о турецких курортах анталийской ривьеры сегодня мы отправимся с вами виртуальное путешествие в кемер самое зеленое и самое красивое на мой взгляд курортное место анталийской ривьеры раньше кемер был маленькой деревушкой до которой можно было добраться только по морю но со строительством тоннелей это место стало быстро развиваться как курорт и стала пользоваться широкой популярностью кстати когда будете проезжать через тоннель не забудьте загадать желание говорят оно сбывается в кемере можно выделить несколько курортных зон это бельбеди гюню кемер кирис чем юва это кирова все они расположены в окружении великолепных горных хребтов с удивительной красивой природой чистым воздухом галечными пляжами и чистейшим прозрачным ласковым морем что еще нужно для отдыха для отдыха я выбрала местечко с названием чем юва что в переводе означает сосновое гнездо здесь действительно особенно много хвойных деревьев а поэтому воздух насыщен озоном мой отель имел огромную зеленую территорию с прекрасными сосновыми аллеями и зонами отдыха море здесь также необыкновенно красивая чистая теплая и ласковая все это позволило мне прекрасно отдохнуть и набраться энергии давайте прогуляемся по центру этого курорта по кемеру в этом городе нет исторических мест в самом центре находится площадь кемаля ататюрка с белой часовней который является символом этого места также на площади стоит памятник ататюрку с колобем в руке и многочисленными фонтанами но в кемере очень приятно погулять по многочисленным паркам сквером аллеям вдоль моря находится променадная набережная с одной стороны которой теснятся многочисленные отели а с другой море и отельные пляжи пляжи и здесь галечные поэтому вода тоже кристально чистая набережная приводит нас в порт кемера где стоят многочисленные корабли и яхты естественно что в кемере есть улица на которой находятся многочисленные магазинчики и сувенирные лавки где можно купить все есть здесь и ночные клубы и дискотеки поэтому молодежь предпочитает отдыхать в самом кемере как вы уже убедились в самом кемере достопримечательности нет зато в округе их вполне достаточно и любителям истории здесь не будет скучно здесь есть на что посмотреть и чему удивиться из моего отеля так кстати из любой точки кемера внимание всех привлекает высокая гора эта гора называется тахталы или деревянная гора оказалось что это самая высокая гора олимпийского парка ее высота составляет 2365 метров над уровнем моря с ноября по июнь она покрыта снегом туда стоит отправиться неприменно подняться на эту гору можно на фуникулёре который одномоментно в течение 10 минут доставляет на вершину сразу 80 человек если повезет с погодой будет ясный день то с ее вершины открываются великолепные виды на парка олимпос море курортные местечки кстати спуститься с горы для любителей экстрима можно на дельтаплане или парашюте правда это не дешевое развлечение однако большинство людей предпочитают спуститься обратно на фуникулёре по пути любуюсь прекрасной дивной природой у подножья горы тахталы или олимпос которую описывал гомер своей знаменитой илиаде расположен древний город фазелис это место существует седьмого века до нашей эры город был основан колонистами с острова родос которые засушенную рыбу скупали земли у местного населения когда-то это был крупный и знатный город сейчас же можно побродить среди остатков театра крепостной стены руин храма а затем отдохнуть на прекрасном пляже фазелиса попасть сюда можно с экскурсии а можно и самостоятельно добраться на общественном транспорте любители старины могут прогуляться также в национальном парке олимпос где можно посетить руины античного города олимпос и познакомиться с остатками архитектуры разных времен вечернее время стоит совершить восхождение на гору янартаж что в переводе означает горящая гора там днем и ночью все в огнях и дыму ученые говорят что это газ выходит на поверхность и горит а историки утверждают что когда-то на этой горе проживало чудовище химера которая дышала огнем и уничтожала все живое по легенде ее победил греческий герой однако ее огнедышащие жало сохранилась до сих пор восхождение на эту гору не из легких но зато подарком для путешественников которые одолели этот подъем служит красивое и таинственное зрелище которое открывается перед ними а также небольшой пикничок у костра ну а если вас не интересует история и природные чудеса то можно отправиться на рыбалку в живописное местечко с красивым озером и наловить форели а затем отведать уху и рыбу на гриле причем не поймать рыбу здесь невозможно а значит без деликатеса никто не останется не менее интересно отправиться на прогулку вдоль живописных берегов и бухт кемера во время этой прогулки можно полюбоваться тремя островами в открытом море с таинственными пещерами посетить бухту клеопатры и райскую бухту вдоволь накупаться в чистых водах средиземного моря позагорать в этих бухтах кстати попасть туда можно двумя путями один из них на корабле с обедом и пенной дискотекой на обратном пути но это займет целый день а можно как и я отправиться на быстроходной лодочке и все посмотреть и накупаться вдоволь всего за два часа кому как нравится все это конечно здорово но от кемера ближе всего находится удивительное местечко демре кекова которое просто нельзя не посетить это древнейший ликийский город который известен тем что там служил и епископом сам николай чудотворец все мы знаем николая чудотворца как покровителя мореплавателей путешественников и всей россии там можно посетить церковь в которой он служил и приложиться к его гробнице правда мощи его украли итальянцы и сейчас они хранятся в италии однако замечено что каждая незамужняя женщина после прикосновения к его саркофагу вскоре выходит замуж и это неудивительно потому что он является и покровителем незамужних женщин ведь уже при жизни николай угодник помогал деньгами бедным невестам выйти замуж и обрести свое счастье там вы узнаете почему современный памятник николаю угоднику представлен в виде санта-клауса кроме того в этой удивительной поездке можно увидеть ликийский гробницей познакомиться с их историей а также на корабле с прозрачным дном увидеть затонувшие города и еще много чего интересного и прекрасного нельзя пропустить такую великолепную экскурс мне повезло мой отдых совпал с турецким праздником курбан байран на этот праздник в отель съехалось много турецких людей и это позволило мне поближе познакомиться с их культурой окунуться в атмосферу национального праздника этот праздник длился целых три дня за это время мне удалось познакомиться поближе с турецкой кухней музыкой зажигательными танцами а праздничное настроение усиливалось и поддерживалось фейерверками с фейерверками и салютом мне это очень понравилось торгух в сентябре продолжение в север탄 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот и закончилось наше небольшое путешествие по Кемеру. Мне понравилось отдыхать в Кемере. Здесь прекрасная природа, чистое ласковое море, и каждый может найти себе что-то интересное и познавательное. Я сюда непременно вернусь. Наше путешествие закончилось, но я не прощаюсь с вами навсегда, потому что в Турции еще очень много интересного. Поэтому я говорю вам до свидания, до новых встреч. Пока-пока.